Добрый день. В студии Евгений Касьянов, в аналитической программе «Давайте разберёмся». Сегодня мне хотелось бы составить разговор о тех тенденциях, о тех направлениях, которые происходят в российской науке. Что происходит у нас с российской наукой, в том числе и, безусловно, с наукой в Забайкальском крае. Какие здесь тенденции? Вот об одном замечательном документе, изданном Министерством высшего образования и науки. Есть у нас такое министерство, у нас министерство есть по каждому поводу, которое называется, длинное такое название, об утверждении рекомендаций по взаимодействию там и так далее, и так далее. И приёмы иностранных граждан в территориальных органах и организациях подведомственных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. В Бизнесе есть замечательный документ, он подписан 11 февраля министром Михаилом Катюковым, но распространился и почему-то попал в рассылку только в июле вот этого года. Я просто вам зачитаю выдержки из этого приказа. Итак, о чём нам поведал министр науки и о том, как нужно принимать иностранцев, ну иностранных учёных в российских организациях, то есть в академических институтах, в вузах и так далее. Приёмы иностранцев можно проводить, дословно читаю, в специально предназначенных и оборудованных для этого помещениях. Далее. Работникам территориальных органов подведомственных организаций с иностранцами при условии получения соответствующего разрешения руководителя территориального органа и подведомственной организации. То есть вот только так. Причём в рабочее и не в рабочее время за пределами соответствующего органа. За пять дней до встречи директор организации должен, должен направить в министерство уведомления с местом и датой встречи целью приёма фамилия, имя, отчество иностранцев. Ну, правда, то, что иностранцев отчества зачастую не бывает, министр это мало смущает. Дальше. На самой встрече должно присутствовать не менее двух российских представителей. То есть одному российскому представителю, ну, у нас уже в науке доверять нельзя, но слаболазных много и так дальше. По прошествии пяти дней директор опять должен направить в министерство отчёта встречи, причём, обратите внимание, заверенной круглой печати о результатах встречи. В аналогичном порядке осуществляются контакты работников территориальных органов и подведомственных организаций с представителями иностранных организаций, имеющих российское гражданство. Ну, всё предусмотрено. Находясь в российском учреждении науки, обратите внимание, иностранец не может пользоваться, не может использовать электронные средства обработки и накопления информации, а именно мобильники, диктофоны, часы, плееры, фотоаппараты. То есть, ну, вот при входе куда-то иностранцы сдают часы, а находясь вот в этом учреждении, по мобильнику ему позвонить будет нельзя. Вот такой приказ. Потрясающий приказ. Когда поднялась волна возмущения в научном сообществе, ну, в частности, лауреат Нобелевской премии Андрей Гейм назвал этот приказ Махровым идиотизмом, поднялись протесты в научных учреждениях и организациях, министерство тут же сказало, так как же так, это же рекомендация, но в рекомендациях написано, что директор должен там, ну и так дальше. То есть, вряд ли это просто рекомендация. И я немножко не согласен с уважаемым Андреем Геймом, это не идиотизм, потому что вот очень своеобразно на этот замечательный приказ отреагировал Кремль. Кремль сказал по этому поводу приказа так, ну, не надо создавать излишеств правил, вот это вот изящное произведение, это излишество правил, но зарубежные спецслужбы не дремлют и научно-промышленный шпионаж никто не отменял. Ну вот, так у нас обстоят дела с охраной научных секретов, с контактами наших ученых с иностранными учеными. И вот в связи с этим хотелось бы поговорить о том, что вообще происходит в российской науке и к чему мы в итоге пришли. Вот смотрите, значит, следующие данные, которые у нас вот имеются в нашем распоряжении. Вот одним из основных способов подготовки научных кадров является аспирантура. Вот аспирантская стипендия, она минимальная 3 120 рублей, аспирант это, как правило, люди 25-26 лет, закончившие вузы, ну и вот 3 120 рублей это минимальная аспирантская стипендия. А средняя аспирантская стипендия составляет примерно 10 тысяч рублей. Ну, от 9 до 13 по разным регионам, вот средняя 9, то есть, извините, 10 тысяч рублей. Вот так у нас обстоят с финансированием молодых ученых и молодой науки. Вот представьте себе, как может аспирант жить на 10 тысяч и при этом заниматься еще наукой. Правда, наш очень продвинутый премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев, он сказал так, что аспирантская стипендия – это не форма материальной поддержки аспиранта, а помощь в решении частных задач. Какая задача частная? Ну, наверное, поесть и попить у аспиранта, считает Дмитрий Анатольевич, ну, наверное, так. Но если это не форма материальной поддержки аспиранта, а как он должен зарабатывать деньги? Я не знаю. Теперь смотрите дальше. Расходы на науку, исследования и разработки все в целом по Российской Федерации составят в этом году примерно 1 триллион рублей. Это все, учетом и корпорации, и ведомства, и государственного финансирования и так далее. То есть, примерно 15 миллиардов долларов. В Америке есть такой небольшой штат, Массачусетс, он примерно по размерам, как Акинский округ. Вот оборот научных расходов этого округа составляет примерно 25 миллиардов долларов. То есть, почти в два раза выше, чем все расходы России на науку. Высшая школа экономики говорит, что в 2012-2016 году финансирование высшего образования в сопоставимых целях уменьшилось на 24%. В российских вузах, которые, по идее, тоже должны производить научную продукцию, постоянно растет нагрузка на преподавателей. Постоянно увеличивается бумаготворчество. Преподаватели уже превратились в неких мини-толстых, которые пишут очередной том «Войны и мира», производят те или иные бумаги. Теперь посмотрите дальше. По в целом, если брать расходы на образование в процентах к валовому внутреннему продукту, Российская Федерация находится на 88-м месте в мире. Вот так у нас обстоят дела с наукой. А отсюда, допустим, такой показатель научной деятельности, как число заявок на патенты. Значит, в России эта цифра за все последние годы не превышала 37 тысяч. Для сравнения, в КНР число заявок на патенты в прошлом году составило 1,5 миллиона, а в Соединенных Штатах около 700 тысяч. Вот сравниваете научную эффективность и затраты на науку. Что происходит далее? Далее происходит то, что у нас очень существенный отток научных кадров. За последние 20 лет из Российской Федерации выехало примерно 70-80% ведущих математиков и около 50% ведущих физиков. В одних Соединенных Штатах 150 тысяч выходцев из России занимаются научной и преподавательской деятельностью. Еще очень страшно при этом то, что кто уезжает. Вот смотрите, по соответствующим данным уезжают те, кто занимаются космическими технологиями, прикладной и теоретической физикой, биохимией, микробиологией, генетикой, математикой, программированием и компьютерными технологиями. Главный ученый-секретарь президиума Академии наук России Николай Долгушин, академик, дал следующие данные. В 2016 году из Российской Федерации выехали 44 тысячи ученых и специалистов. Это в два раза больше, чем за все три предыдущих года вместе взятым. Вот так обстоят дела. Много ли это или мало? Давайте сравним. В России на сегодняшний день числятся примерно 480 тысяч кандидатов наук и 25 тысяч докторов наук. Ну, вместе около 500 тысяч. И я еще раз говорю, только в Соединенных Штатах, выехавших из России, работает 150 тысяч. Но ведь выезжают наиболее успешные, наиболее подготовленные кадры. Вот посмотрите по, вот простое, совершенно простое сравнение по лауреатам Нобелевской премии. Посмотрите, Андрей Гейм, лауреат Нобелевской премии. Он русского происхождения, работает в Нидерландах. Новоселов, работает в Великобритании. Леонид Гурвич в Соединенных Штатах. Академик Андрей Абрикосов, он выехал в Соединенных Штаты, ну вот скончался в прошлом году. Ну, вот это лауреаты Нобелевской премии. Директор в течение 15 лет Института космических исследований Академии наук СССР, 15 лет руководил Ральц Агдеев, это академик, герой социалистического труда и так далее. В настоящее время живет в Соединенных Штатах. Вот так обстоят дела с выдающимися научными кадрами. У нас из лауреатов Нобелевской премии в России остался только один ныне здравствующий лауреат Нобелевской премии, это Михаил Сергеевич Горбачев, лауреат Нобелевской премии мира. Очень странно выглядят новации нашего гаранта, конституции, нашего лидера, кандидата экономических наук в плане расстановки ведущих научных кадров. Ну вот министр Катюков, о котором я упоминал, который автор замечательного приказа, правда у меня есть сомнения, что вряд ли он сам изобретал это выдающееся произведение. Вот он министр науки в России, министр высшего образования. Он закончил Красноярский государственный университет, сравнительно молодого человека, его 40 с небольшим лет, по специальности финансов и кредит. Был министром финансов Красноярского края, а потом заместитель министра финансов Российской Федерации. Ну вот сейчас его переброзили на науку. Вот господин Чубайс, например, значит, он защитил кандидатскую диссертацию. В 83-м году кандидат экономических наук, доцент. 10 лет возглавлял РАО ЕС России, это энергетический сектор России. Какое отношение он имеет к нему, совершенно непонятно. 11 лет сейчас возглавляет уже Роснано, ну, нанотехнолог и так далее. Господин Кириенко закончил институт инженеров водного транспорта. Автор дефолта 98-го года, после всех выдающихся успехов, 11 лет возглавлял Росатом. Вот аналогичные организации в Советском Союзе возглавлял минимум академик-специалист-ядерщик. Минимум. Ну а вот у нас, видимо, институт инженеров водного транспорта производит вот таких специалистов. Плоды деятельности господина Кириенко мы видим по Краснокаменску. Сейчас единственный в России урановый центр, надо срочно спасать за счет бюджетных денег. Кто мешал заняться брусатами под руководством таких специалистов этим хотя бы 5-7 лет назад, ну, совершенно непонятно. Посмотрите, господин Рогозин у нас возглавляет Роскосмос. Факультет журналистики закончил. Ну, два, правда, образования имеет. Он еще закончил университет марксизма-ленинизма, с отличием закончил, при Московском городском комитете, ну, тогда еще КПСС. До сих пор уверен в том, что дырки в космической станции, в МКС, сверлятся для проветривания помещений. Вот у нас вот такие вот кадры занимаются наукой, занимаются образованием, занимаются научными технологиями и так далее. И вот одним из самых ярких примеров того, что происходит, венцом того, что, значит, есть, вот который совершенно четко показывает, что происходит в российской науке, и вот у нас есть в Москве один из ведущих институтов, Московский инженерно-физический институт, вот они на пару с Бауманка готовят кадры для космической отрасли, для оборонной промышленности и так далее. Вот сейчас в этом институте открылась кафедра теологии. Мы, у нас ракеты без божественного уже перестали летать. Правда, при этом нарушается соответствующая статья Конституции, значит, Российской Федерации. Значит, сейчас я вам приведу эту статью. Статья 14 Конституции Российской Федерации говорит о том, что Российская Федерация – это светское государство, первый пункт, и второй – религиозные объединения отделены от государства. Инженерно-физический институт является государственным институтом. Появление кафедры теологии – ну, конечно, это венец российской науки. Вот то, что у нас происходит в области российской науки, те тенденции, которые складываются, ну, судите сами, разбирайтесь. Вот об этом наша передача. Всего вам доброго. Берегите себя. Продолжение следует...